В сексуальной программе, и даже, по-моему, я был супервизором один раз, по-моему, да? Нет, или терапию, по-моему, как-то мы проводили совместно с Аяпой, да? Даже вот мы так совместно терапевтировали друг друга. Алексей – это прежде всего художник, это прежде всего музыкант, импровизатор. И вот его дар жизни, его любовь к жизни, к путешествиям, по душам проявляется в том деле, в котором он профессионально, через которое, вернее, он профессионально помогает людям. Прежде всего, людям в отношениях, состоящих, или ищущих хороших творческих эволюционных отношений. И Алексей согласился поделиться своим знанием и своим опытом вот в этой области. Секс как эволюционная практика. Мы говорим секс, подразумеваем, но Алексей все расскажет. Спасибо, Володя, за такое теплое представление. И я очень рад тому. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты меня в очередной раз пригласил на конференцию. Это уже мое второе выступление на конференции, первое было год назад. И у Володи есть такой дар. Он мне звонит, говорит, Алексей, ты хочешь про первую часть конференции? Я говорю, да. А какой доклад ты хочешь сделать? Какой надо? Давай ты сделаешь доклад про, ну, например, процессуальный секс. Процессуальный секс? Я быстрее, чем как бы так сообразить, отвечаю да. У меня такой... Потом думаю, процессуальный секс, что это такое? И потом сделаю выступление с докладом, значит, по процессуальному сексу. И в этом году история повторилась, потому что Володя мне снова позвонил, пригласил меня выступить на конференции. Я говорю, какая может быть тема для доклада? Ну, у нас тема по практике эволюции, что-то такое. Ну, давай сделаем секс как практика эволюции. Я снова сначала сказал да, а потом сразу думать. Не виноват, я, он сам пришел. Посмотрим, что из этого выйдет. Я очень впечатлен, что такой большой интерес к моей скромной персоне. И очень приятно видеть столько здесь знакомых лиц и новых лиц. Я хочу просто вас поблагодарить за то, что вы проявили интерес и пришли сюда. Да, значит, что бы я хотел сделать сегодня. Привет всем знакомых лицам. Я хотел бы, возможно, вам дать какой-то не вполне обычный взгляд на сексуальность. Потому что, конечно, секс – это тема, и очень много по этому поводу есть вопросов, и мнений, и проблем, и текстов. И очень многие этим занимались. Я в этом смысле расскажу вам про какую-то одну такую штучку сегодня. Потому что много чего можно рассказать. Ну, может быть, для начала скажу пару слов, кто я такой. Я Алексей Разумов, я психотерапевт, сексолог. Я дипломированный профессиональный терапевт. Получил свое базовое образование в Штатах, в институте Миндала. Там провел несколько лет. Закончил дипломную программу. Там практиковал в клинике этого института. И там же в таком тесном сотрудничестве, под супервизиями и так далее, и так далее, написал диссертацию по работе с сексом, магнетизмом и ранней травмой. Вот такой круг моих интересов. И, собственно, после того, как я вернулся в Россию, ну, это было очень такое богатое время, и, конечно, мне очень повезло. Знаете, что самое счастливое, что может с вами случиться? Самое счастливое, что с вами может случиться, наверное, много разного, но оказаться в правильное место в хорошей компании. Если вы, скажем, хороших людей, которые могут для вас сделать какой-то такой особый импульс, и вы можете получить какую-то совершенно новую такую траекторию, которая приведет вас, может быть, в то место, куда вы даже не ожидали прийти, но это место сделает вас, возможно, счастливыми. Да, вот я помню, видел какую-то картинку, и там была примерно так нарисована. Вот это зона комфорта, а вот это место, где мы можем быть счастливыми. И хорошая компания нас как будто бы перебрасывает из того места, с которым мы себя, в общем-то, так иначе, даже сияем, какое-то место, где мы вдруг обнаруживаем, что это действительно наше место. И вот я немножко волнуюсь, я очень, на самом деле, рад, и чувствую, прям такое, не могу сказать по сексуально, но возбуждение. Так вот, я довольно много работаю с мужчинами, с женщинами, с парами по вопросу сексуальности, секса, ну как клинический психолог в клинике, и веду тренинги, семинары, у меня курс по психологии сексуальности. И я понимаю, что очень многие пары, и мужчины, и женщины сталкиваются часто с сексуальными трудностями и застревают, ну, в очень разных местах. И у меня есть какие-то идеи, как можно помогать этим парам, этим людям, собственно, справляться с этими трудностями и находить что-то такое для себя более живое. И, конечно, опыт хорошего секса, иметь опыт хорошего секса, это такая довольно большая привидение. Вы согласны с этим? Не у всех у нас есть опыт хорошего секса, потому что для многих сексуально связано с опытом стыда, смущения, возможно, потому что какое-то насилие в прошлом, или потому что какие-то большие проблемы в отношениях. Я хочу сказать, что я буду сейчас говорить про тему секса, у вас может возникнуть много разных чувств, и в том числе трудных чувств, возможно, тревоги, напряжения, смущения, стыда. Это, естественно, чувствовать все эти чувства. Но что я хочу сказать, что за самыми какими-то такими стыдными, возможно, сексуальными фантазиями, за самыми смущающими сексуальными пристрастиями, за самыми такими вот болезненными, возможно, опытами мы можем найти, если пойти вглубь особым образом, мы можем найти там источники нашей жизненной силы и жизнеутверждающие смыслы и жизненную энергию. И, собственно, я хочу вам сегодня предложить, возможно, одну идею, как можно с этим будет работать. Так вот, у многих из нас достаточно узкий взгляд на секс и на сексуальность. И вот этот узкий взгляд, он во многом подпитан той культурой, в которой мы выросли, да, наши семьи, наша такая вот культура, она довольно такая, создаёт много таких ограничений, табу, запретов, каких-то таких рамок, которые мы часто бессознательно впитываем в себя. Согласны с этим, да? Вот, и многие люди могут говорить, ну, он хочет слишком много секса, или у нас слишком мало секса, или, ну, да, у нас секс такой нормальный, но мог бы быть получше, потому что вот там, где мы видели в каком-то фильме, там секс у Гогова, у нас такой не очень секс. Или, например, ну, какой секс, я уже взрослый, я уже, ну, уже менопауза, уже возраст, ну, какой может быть секс? Это вот всё такие вот стереотипы довольно расхожие, которые, ну, как гипноз, в каком-то смысле такой коллективный гипноз, в котором мы пребываем. И то, что я хотел бы сделать для вас сегодня, я хотел бы принести вам какой-то более широкий взгляд на сексуальность, чтобы вы могли посмотреть на сексуальность через другую, как бы, призму, с тем, чтобы у вас появилось, ну, больше измерений по поводу секса, сексуальности, чтобы появилась такая более богатая фактура, или больше богатства в этом. Так вот, очень много рассказать. Знаете, в Штатах были проведены исследования, довольно много там знакомств с разными исследованиями, и была произведена такая штука, что наша сексуальная жизнь, каждую из нас, организована вокруг одной или нескольких таких центральных тем, или таких вот паттернов. Что имеется в виду? Имеется в виду, что при встрече с определенными людьми, с определенными ситуациями, или с определенными сексуальными фантазиями, наше тело дает такой отклик в виде сексуального возбуждения. Грубо говоря, мы вот идем, если мы встречаем что-то, что является определенным триггером, нас это активируется. В каком-то смысле, можно сказать, что наша сексуальность нам не принадлежит. Наша сексуальность с нами случается. И мы можем просто вот... Я не знаю почему, но именно вот эта женщина, именно вот эта ситуация, или вот эта вот сцена, или вот эта фантазия вызывает в моем теле отклик в виде сексуального возбуждения. А другая прекрасная женщина или мужчина следует неравнодушным. Это то, что с нами случается. Мы не вполне этим сами управляем. Понятна мысль, да? В этом смысле, говоря процессуальным языком, это очень такой вторичный материал, что как будто бы из нашей глубины природы, что такое неизвестное для нас поднимается на поверхность, и мы просто можем с этим столкнуться. Вы знаете, Юнга говорил примерно так, он говорил, что сновидец всегда ошибается в своих интерпретациях снов, но сон всегда прав, сон как таковой, потому что сон действительно идет столько глубины, и он несет такую честную информацию о нас. Я могу сказать применительно к сексу, как это работает. В каком-то смысле мы часто привираем о том, кто мы есть как сексуальные существа, или может быть нас кто-то обманул об этом, да? Но сексуальная фантазия всегда права. Сексуальная фантазия знает правду о нас. То, что нас на самом деле сексуально заводит, согласны мы с этим или нет, это и есть та глубинная правда о нас, которая, собственно, с которой хорошо бы познакомиться, согласны? Так вот, еще один такой тезис, и вот эти вот наши паттерны, такие глубины, наши такие структуры в сексе, да, именно вот это меня заводит, и это, вот эта наша сексуальная жизнь, она отражается в нашей жизни, собственно, за пределами, собственно, сексуального контекста. Говоря, принцип такой, то, что происходит под одеялом те сюжеты, они в том или ином виде происходят и в нашей обычной жизни. Если мы сталкиваемся с какими-то трудностями, если мы сталкиваемся с какими-то вызовами, Если мы сталкиваемся с какими-то краями, вот этот тип краев, вызовов и трудностей, он будет так или иначе представлен и в нашей обычной жизни. Если я, женщина, не могу попросить о чем-то мужчину в сексе, скорее всего, мне будет сложно попросить его в каких-то ситуациях, в чем-то еще в контексте, потому что формируется паттерн. И этот паттерн работает и в сфере секса, и в сфере отношений за пределами секса. Понятно, да? Если мне, как мужчине, сложно быть игривым в сексе и дурачиться, и репячиться, и не быть слишком серьезным, то, скорее всего, у меня могут быть сложности быть таким игривым, свободным и с другими людьми за пределами сексуального контекста. Понятно, да, как это работает? Так вот, а сейчас, собственно, я перехожу к той идее, которую я хотел бы с вами поделиться. Интересно посмотреть на секс, на секс, как будто бы секс рассказывает нам истории, истории о нашей жизни. Секс – это рассказчик истории. Если вы посмотрите на свою сексуальную биографию, вы можете, возможно, заметить, как секс может рассказывать вам о разных периодах вашей жизни. Как вы относитесь к себе, как вы относитесь к другим, что вас пугает, что вас привлекает, что вы стараетесь компенсировать, занимаясь сексом, и так далее, и так далее, и так далее. Я буду про это говорить. Понятная идея. Секс как будто бы рассказывает, кто я есть, потому что секс – это что-то очень такое для нас, для многих не вполне осознаваемое. Это то, что случается с нами, и поэтому нам нужно двигаться туда. Это неизвестно. И вообще говоря, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что если вы хотите, чтобы у вас был прекрасный опыт секса, в долгосрочных отношениях особенно, вам нужно быть достаточно таким вот, выдерживать неизвестность и выдерживать новизну и риски, связанные с новым опытом и с новизной. И если вы способны будете двигаться за пределы ваших таких наездных паттернов в отношениях, то за пределами вот этих вот обычных, привычных для вас паттернов, историй, вы можете найти тонны сексуальной энергии. Так вот, наверное, я продолжу вам сегодня сделать одно упражнение. И сейчас я начну разворачивать контекст, скажем так, и я хочу вам рассказать про то, что это позволит сделать. Я хочу вам как-то так сделать это более привлекательным. Если вы посмотрите на сексуальность через призму, это тот, кто рассказывает историю, то, возможно, вы найдете что-то неизвестное и неожиданное в своей сексуальной жизни. И второе, то, что вы можете сделать, вы можете увидеть в своей жизни определенные паттерны. Потому что в сексе проще разглядеть те долгосрочные структуры, которые, собственно, пронизывают всю вашу жизнь. Еще, может быть, одну преамбулу, я не знаю, новую преамбулу. Ну, еще есть время. Прямо вот такая. Как вы думаете, кто автор ваших самых возбуждающих сексуальных фантазий? Прекрасные ответы. И я могу сказать два ответа, и плюс еще один чуть попозже. И один из авторов наших сексуальных фантазий, конечно же, это наша история. Это история нашего сексуального взросления, возможно, история семей, из которых мы получили какую-то информацию про секс. И шире история того социума, культуры, которая, ну вот, вложила в нас вот эти табу. То, что хорошо в сексе, что плохо в сексе, то, что возможно, то, что невозможно. Один из авторов – это история. Но второй автор – это довольно неожиданный автор. И с духовной перспективы автором наших самых возбуждающих сексуальных пристрастий или фантазий является наша изначальная природа или дух, если хотите. И есть такой интересный феномен, что шаманы говорят, вот здесь есть шаманы, шаманы говорят о том, что если у каждого из нас есть такие изначальные вибрации, если мы находимся ближе к нашим изначальным вибрациям, то это приносит в жизни очень много драйва и смысла, и потоковости, и ощущения какой-то такой вот благополучия такого базового. И интересная штука, если говорить про секс, возникает в тот момент, когда мы отдаляемся от наших вот этих глубинных вибраций, у нас возникает тенденция проецировать на других то, от чего мы отделены от наших этих глубинных вибраций. И мы можем видеть и злиться в ком-то, что он такой-сякой, потому что как будто отблизь к нашей вибрации появляется в нем или в ней. И также мы можем восхищаться кем-то, но в каком-то смысле мы проецируем на него и на нее вот эту вот нашу какую-то такую изначальную вибрацию. Понятно, о чем я говорю? И самая интересная штука заключается в том, что если мы отдаляемся от наших изначальных вибраций, вот эти энергии, вот эти вибрации начинают манифестировать себя, проявлять себя в виде сексуальных фантазий, в виде наших пристрастий. То есть, в каком-то смысле материал эротический, материал эротических фантазий, он взглядит такой компенсацией того, от чего мы отделены в нашей глубине. И поэтому, это интересный такой ход работы с материалом эротических фантазий, мы можем обратным ходом использовать как портал и как кроличью нору такую, да, вот мне нравится метафор кроличьей норы, снова приближаться к вот этим самым нашим глубинным, изначальным энергиям. Не слишком сложно, да? Ага, прекрасно. И лично мне это очень нравится. Искать в сексуальных фантазиях, искать в самых ярких пиковых эротических опытов, искать в сексуальных зависимостях, искать в каких-то таких странных происшествиях, которые случались с нами в сексуальной жизни, в эротической жизни, такие кроличьи норы. И чтобы через них можно было как раз идти вглубь, в контакт с нашей вот этой глубинной энергией. Я вам, может быть, расскажу про тайн белого кролика. Так вот. Я, может быть, расскажу что-то про свою историю, чтобы привести вам пример, какие бывают собственные истории. Какие истории может рассказывать про нас, нашу сексуальность. И по мере того, как я буду рассказывать эту историю про себя, вы можете делать для себя маленькие заметки. Возможно, что с вами что-то будет откликаться для вас. Этот материал нам нужен будет для второй части этого упражнения. Хорошо? Я сразу скажу, что я буду говорить про себя, но в каком-то смысле такое коллективное «я». Не понимаете, это слишком буквально. Мужской или женский? И мужской, и женский. Такое, в этом смысле андрогенный. В этом смысле, вот эти истории, они находятся глубже, чем вот эта вот гендерная такая дуальность. Достаточно, кстати, частный случай. Говорить, что есть мир мужчин и женщин. Индусы говорят, по-моему, про 30 разных полов. Что-то такое. Так вот. Когда я был совсем еще молодым, я только входил, знакомился с миром секса. Я еще был на пороге большого секса. Для меня был важный как раз такой вот бунт. Эта история была про бунт, про нарушение правил, про восстание. Я хотел выйти из вот этой своей семейной истории, которая слишком много вот так накладывала на меня рамок ограничений. И меня в каком-то смысле более всего возбуждала история про то, чтобы вот это, когда я ходил в эти энергии, когда я испытывал эти опыты, мне было классно. Другая история, которая может быть рассказана, и я с ней сталкивался тоже. У меня очень... Было очень трогательно и ценно в сексе встречаться с ситуациями, когда я знал, что я желанен. И что меня хотят. И когда я сталкивался с этим опытом, я любим, я желанен, меня хотят, меня это делало каким-то очень таким по-особому счастливым. Это было такое очень особое состояние сознания, если хотите, да? Дальше. Это было что-то про такое поиск приключений, испытывать, узнавать новых людей, новые истории, новый сюжет, такой дух экспериментаторства, дух такого любопытства, да? Потому что, знаете, это очень такой... Понятно, что я говорю, да? Дух любопытства. И какой-то такой, может быть, глубинный, такой... Может быть, трансперциональный даже состояние сознания. Быть любопытным, быть любознательным. Смотреть на мир восхищенными глазами. Вау, мне интересно туда, мне интересно вот это. Это такой очень сильный метанавык. Вы согласны, да? Вообще, по жизни. А дальше, следующая история, с которой я столкнулся, мне очень в какой-то момент было важно чувствовать себя таким вот развивателем и быть тем, кто чувствует власть, и доминировать, и брать контроль, и чувствовать вот эту вот энергию такого вот демиурга. Я могу делать то, что я хочу, и это мне очень помогло в каком-то смысле найти свое место в жизни, делать какие-то большие выборы. Я знакомился с вот этой силой, которая стояла за вот этими историями. То, что я буду говорить, за каждым вот этим вот паттерном или историей. Есть та самая кроличья дыра, может, там нора, которую можно найти, которая нас как раз ведет в контакт с каким-то оптом, который находится глубже, который связан, возможно, с нашими как раз вот этими изначальными энергиями, изначальными вибрациями. Что дальше? Я пошел через кризисы, и у меня было много, как, наверное, у многих из нас, эмоциональных ран. И тогда секс для меня был каким-то таким способом, ну, как будто бы заткнуть эту эмоциональную дыру, да, чтобы на время секса чувствовать себя менее болезненным, да. Для меня это было как будто бы такое лекарство, которое давало мне в моменте облегчения, такая возможность выдоха, да. И когда мы так выдыхаем, это может быть какое-то очень особое тоже состояние сознания, да, особый такой опыт. Дальше, следующая история для меня была про то, чтобы рисковать, рисковать тем, чтобы найти что-то, получить доступ к каким-то своим теневым частям, тем частям, которые не слишком популярны в социуме, и не слишком, как бы, которые стыдны, которые следует прятать. И я какое-то время исследовал скорее вот эти теневые аспекты себя. Это было очень интересное тоже такое время для меня, потому что через это я открывал какие-то другие аспекты, но, скажу так, банально, своей силы, да, какой-то своей такой вот, своей такой глубинной природы. И вот сейчас, например, если я говорю вот про мою текущую сексуальность, то для меня скорее сейчас история про про чувствовать связь и интимность, да, вот этот опыт растворения границ, чувствовать опыт такого сопереживания вместе для меня он необыкновенно ценен. Другие истории, которые могут быть, которые, возможно, маячат только передо мной, в каком-то смысле, когда я смотрю, что еще хочет быть рассказано через мою сексуальность, да, я начинаю там предполагать и видеть какие-то даже такие вот сигналы или такие, как бы сказать, СМС из той стороны, из моего будущего, да. Это про то, что получать опыт единения может быть с большим, да, переживать чувство слияния и какой-то такой близости с чем-то, что выходит даже за пределы моих отношений с партнером. Это такая вот история про транссигентирование, возможно, может, да, что через секс получать опыт измененных состояний сознания, опыт экстаза, опыт таких возвышенных состояний. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот в этом смысле такая история хочет быть рассказана. Ну и что мне как-то очень лично сейчас так близко, это вот еще одна история, которая сейчас тоже разворачивается в моей жизни. Вы уж простите, что я учусь за себя, за себя. Очень интересно, я рассказываю про свою сексуальную жизнь в группе незнакомцев и знакомых. Я учусь этому метаналуку, как можно рассказывать про секс, так, чтобы можно было поговорить где угодно. Я Алексей, и то, что я сейчас могу себе рассказать, то я учусь тому, чтобы переносить, может быть, очень разные, возможно, даже как будто бы противоположные части себя в мои отношения. Возможно, силу и уязвимость, и страсти, и нежность, и, может быть, какую-то такую свою дикую природу, и слияние, и какой-то духовный опыт. Вот приносить все части себя в свои отношения к сексу. Понятно, да? Вот это вот для меня кажется сейчас самым таким вкусным, как будто бы вот эта история рассказывается через меня. Так вот, друзья мои, представь себе, что вот этот такой вот шведский стол, да, шведский стол, и на этом шведском столе лежат много вот этих вот историй. Я вот в ранее сейчас рассказал. И, возможно, вы можете... Нашли какое-то блюдо для вас на этом шведском столе. И, возможно, вы можете их даже комбинировать. Если я чего-то не назвал, вы можете добавить свое. Это такое очень творческое такое упражнение. Удалось ли вам что-то такое найти? Что-то срезонировало вам в моих историях? Или я одинок здесь? Могу я ваш смех сказать, что я не одинок? Хорошо. Супер, супер. Хорошо. Я быстро перечислил еще раз вот этот список возможных тем. Я при этом абсолютно осознан по поводу того, что это не окончательный список. И у вас могут быть какие-то другие истории. Значит, и первая история – бунт, восстание, освободиться по окончании, которое диктует социум. Вторая история – доказать себе, что я любим, что я желаю, что меня хотят. Третья история – искать приключения, исследовать новое, новых людей, новые истории, новые ситуации. Выходить за рамки какой-то нормы, которая кем-то была вложена в нас. Дальше – быть таким завоевателем, чувствовать силу, доминирование, инициировать, возможно, самому секс, и не только секс, брать контроль в свои руки. И другая история – просто отдаваться и отдавать контроль, и просто позволить больше силе двигать вами, делать с вами, что она хочет получать от этого. Это, кстати, очень прикольный опыт. У кого был такой опыт? Ага, несколько рук поднялось, прекрасно, да? Это, может быть, необыкновенно сильное трансферациональное переживание. Звонок стал светом. Дальше – заполнять эмоциональную дыру, да? Вы в кризисе, вы чувствуете себя… И вы даете сексу, вас, возможно, исцелить. Кому знаком этот опыт? Исцеление? Да, вот когда мы идем в секс, потому что это тоже… Ну, это правда жизни, да? Или искать утешение, искать утешение. И как будто бы секс – это доказательство того, что ты еще меня любишь. Да? И даже если я не слишком такой вот горячий любовник, но я иду в секс, потому что мне важно вот это подтверждение, что именно ты, именно ты еще заинтересован во мне. И ты меня любишь. Ага. Дальше – рисковать. Нарушать правила, запретный плод. Кому знакомо это чувство? Всем знакомо. Всем знакомо. Классно. Вот так надо было делать на самом деле. Чувствовать связь и интимность с партнером в моменте. Вот это вот чувство коединения, растворения границ. Кто за этим идет в секс? Ага. Интересно, что иногда поднимаются те же руки, а иногда и не поднимаются, да? У нас есть очень разная свобода говорить про секс. И кому-то легко поднять руку и сказать, ой, я люблю доминировать, а кому-то вот хочется так вот… Потому что это может быть очень стыдно, говорить о том, что я люблю доминировать. Это может быть очень стыдно, согласен, да? Я мужчина, говорю, это какой-то опять брутальный какой-то, этот вот мачо. Ммм, фак ю! Так сказать, век этой феминистической революции. Я даже… Я провел 4 года в Портленде, и Портленд – это город, победившего феминизмом. Вообще говоря, меня там переколали очень быстро. Знаете, несколько столкновений с феминистками, и как бы там выбор такой – либо умри, либо как бы адаптируйся. Вот, я выбрал второе, потому что… Вот. Ну, а потом, потом, все-таки я стал, ну, более осознанным феминистом, да? Не потому что я притворился там, что ладно, там вообще… Продержусь. Доминирующих мужчин там вообще нет. Там нет… Ну, в смысле, они вывелись как класс. Там встречаются такие, но им трудно достается, потому что там, например, такая история. Там появились так называемые снизи-мен. Снизи. Снизи. Что это называется? Сенситив-нью-эйдж-гайд. Такой чувствительный такие мужчина, который про духовность, который там вот про понимание, про договоренности вот-вот им. Ну, в общем, за что боролись, за то они напоролись, в конце концов. Потому что сейчас, например, ситуация в Хорненском баре выглядит так. Мужчина заходит и сидит за барной стойкой, и вот так сидит, зайчик такой. Заходит женщина и скажет… Как дела? В этом смысле она инициирует… Это обычная такая история. И почему это произошло? Потому что в течение 15 лет, к примеру, в Порхланде, действовало правило трех нет. Если женщина говорит три раза нет на сексуальное предложение, на третий раз она вызывает полицию, и всегда полиция на стороне женщины. И в этом смысле, ну, это мы научились, это как тоже нейронные сети тренируются, и в общем, всем понятно, что если хочешь жить хорошо, нужно либо быть таким снизи, либо геем, ну вот поэтому там геи и снизи, ну, что как сказать, да ну их вообще, пойду-ка лучше к своим. И там самая большая гей-комьюнити, кстати, в Портланде. Не удивляясь, почему. А эти женщины, они как вообще выживают, если там половина геев? А они там, а вторая половина лесбиянок? Ну и вообще, ну, там, в этом смысле, Портланд тем хорошим, вот и все приглашают туда, потому что там, конечно, вот, там такой просто девиз города, keep PORTLAND weird. То есть, хранит Портланд таким странным, странным, и там культивируются, всячески поддерживаются, вот, все вот это разнообразие, все вот это девяческое, все вот это вот, пусть все будет здесь, пускай растут этих, там, 30 тысяч цветов, да, вот, и всему дается поддержка, и там вот, нет вот этих вот, вот так и сяк, да, вот у меня был тут разговор с одним ядичным гурум, гурум, я едва сбежал. Так вот, вернемся к упражнению, и, может быть, вы вспомните, если вы нашли несколько тем, как эволюционировала ваша сексуальная жизнь, какие истории были в самом начале вашей сексуальной жизни, какие стали проявляться позднее, какие истории проявляются сейчас, каким вы вот этим паттерном были ближе раньше, сейчас, потом. Понятно, что они могут тоже вот так или иначе перемешиваться, но доминанты, как будто бы такие центральные темы, они как будто бы появляются в нашей жизни. Потому что с процессуальной точки зрения, а сколько человек знаком здесь с процессуальной психологией немножко? Многие, прекрасно. Так вот, наша сексуальная природа, она такая даустичная, в том смысле, она течет вместе с глубинной рекой Дау. Да, если в какой-то момент река Дау делает поворот, изменяет направление, в этот момент может всплыть другой паттерн. В этом смысле мы действительно не слишком ответственные за наш секс. Это секс isn't your business. Секс это не ваш бизнес, в смысле это с вами случается чаще всего. Не только, но чаще. Так вот, и вы можете подумать, например, а что такое хочет начать проявляться в вашей сексуальной истории? О чем хочет рассказать вам ваша сексуальность в будущем, которая уже здесь, которая хочет себя предъявить? Какие паттерны могут быть здесь? Какие новые части вас хотят быть исследованы и проявлены? Итак, и теперь из всего вот этого многообразия, которое у вас есть, или может нескольких вещей, да, выберите одну, которая для вас кажется самой интересной. Какой-то один вот этот паттерн, который блеснет перед вашими глазами, начнет с вами, так сказать, заигрывать. И возможно, этот паттерн про доминирование, или про то, что ооо, слияние, или про отдаться, или про нарушить правила, и что такое там сделать, ооо, такое, да, что-нибудь. И возможно, вы вспомните историю, которая так или иначе связана с этим паттерном. Реальная история, в которой вы были. И пойдите туда глубже, почувствуйте это, почувствуйте те энергии, вот это состояние в вашем теле, вот этот опыт. Где это локализовано в вашем теле? И начинайте немножко так усиливать, начинайте это усиливать так. Если это энергия. Куда бы он вас не ввел? Просто идите, прыгайте в эту кроличную нору, и идите за ней, куда бы она вас не вела. И вопрос, в какое состояние вас приведет этот опыт. Какое особо неизвестное возможности вам состояния приведет вас этот опыт. Каждый паттерн ведет нас в... навстречу с нами, с собой, с самим собой. Каждый паттерн ведет нас к одной из наших глубинных вибраций. Каждый вот этот вот паттерн, который нас так заводит и рождает очень разные чувства, это такое прямое указание на часть нашей самой глубинной природы. И хорошо быть в контакте с этим. Хорошо быть в контакте с этим, потому что, когда мы находимся в контакте с этими энергиями глубинными, у нас появляется очень много свободы. У нас появляется тогда сексуальная свобода. Вы знаете, что такое сексуальная свобода? Это не то, что я могу заниматься сексом с тем, с кем я захочу. Или со всеми, с кем я захочу. Сексуальная свобода – это иметь возможность пользоваться своим архетипом. Я знаю, что меня всегда это заводит. И такой неизвестный, необычный аспект сексуальной свободы – это быть свободным от власти вот этого паттерна. Чтобы не только паттерны нами так подгоняли и нас тащили, но мы имели выбор. Быть в контакте с этим паттерном и получить эту энергию. Ибо быть свободным от этого. Друзья мои, а получилось ли у кого-то найти что-то необычное для себя? Единственное. У кого получилось? Поднимите руку, пожалуйста. Ага, поднялся несколько рук. Хорошо. Я, в общем-то, что хочу сказать, друзья мои? Что моя такая основная часть подошла к концу, но я бы очень специально ставил время для ваших вопросов. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Мне хотелось бы сделать более такой интерактивный режим. Потому что материалов у меня очень много разного, и я хотел бы двигаться за вашим интересом. Интересом. Да? Вот Соломон говорил, «Великая мудрость и великая печаль». Вы сами в сексуальной сфере чувствуете себя счастливее? Я могу сказать так. Ну, мой быстрый ответ – да. Но я бы здесь не стал различать, вот так вот отделять секс от жизни. Потому что у нас есть у многих такое представление, что секс здесь, а жизнь – это вот здесь. Для меня секс и жизнь, они очень припятены. Очень припятены. Другое дело, что, возможно, мое определение секса для меня отличается от вашего. И для меня секс – это не про контакт гениталиями только. Для меня секс – это очень такое широкое понятие. Например, может быть, секс аудитории. И вот то, что мы сейчас делаем здесь, это в каком-то смысле для меня секс тоже. И секс в творчестве. Творческий акт – это в каком-то смысле метафора сексуального акта. В смысле, и для меня часто вот эти акты бывают счастливыми. Это то, что делает меня счастливым. Поэтому я много учу, поэтому немного езжу, работаю с группами, с клиентами, потому что в этот момент появляется очень много вот этой вот радостной энергии. И одна часть, что сексуальная энергия – это аспект витальной энергии, это аспект жизненной энергии. Для меня это так. Понятно, да? Спасибо. Хороший вопрос. Давайте вы, да. Когда находишься с одним человеком в длительных отношениях, и многие вещи уже стали, ну, запостеневшими, как добавить свежую энергию? Ну, типа, вот я сходила, но с ним на ровно нет. Как принести дух приключений в то, что уже едет, и наедет уметь? Ага, прекрасный вопрос. Это очень часто встречающая такая история. Со временем сексуальные отношения, в долгосрочных отношениях становятся скучными. рутина, а рутина убивает секс. Кто виноват, и что делать? Виноваты рутина и время. Я ее знаю, его знаю уже 10 лет. Ничего новенького, да? Вот что делать? Есть некоторые такие моторы эротизма, да, я так называю, да? И я могу их назвать, потому что здесь нет одного ответа. Вам конкретно нужно сделать вот это. Но я могу сказать некое такое overview. И первое, это быть способным начать разговор. И иметь свободу и некий такой ресурс для того, чтобы говорить в том числе о том, что вам в сексе нравится, и о том, что вам в сексе не нравится. Потому что многие пары избегают разговора про секс. Я работаю с одной парой, и мы работаем с их отношениями, и в какой-то момент мужчина сказал, ну, знаешь, если я с тобой вместе, я для тебя самый лучший любовник, я знаю, дети потрогать там и сям, чтобы ты почувствовал себя на вершине блаженства. И вдруг она ему говорит, знаешь, каждый раз, когда ты меня трогал там и сям, я просто терпела. И это был шок для него. И прошло 10 лет для того, чтобы, и им нужно было прийти на прием к сексологу, для того, чтобы она смогла наконец-то ему сказать про это. И так, что начало двигаться. Потому что они впервые как будто начали говорить друг другу, что вас на самом деле заводит сексуально, что вас включает, и что вас сексуально включает. Но хорошо для этого знать про себя. Кто из вас знает наверняка, что вас сексуально заводит? Кто знает наверняка, что вас сексуально включает? Знаете ли вы, что сексуально заводит вашего партнера? Наверняка. Не так много рук поднялось, да? Знаете ли вы, что выключает вашего сексуального партнера наверняка? Еще меньше рук, да? Знаете ли ваш партнер, что вас заводит на самом деле? И что вас сексуально заводит? Буквое вот этих вопросов много... Это очень простые вопросы, но обратите внимание, если начать про это говорить, может возникнуть очень такие интересные инсайты, да? Потому что первое, разговоры. Значит, второе. Многие пары слишком узко смотрят на секс. Они думают, что эрекция и оргазм – это цель секса. И что вообще говоря? Ну, секс – это про эрекцию и про оргазм. Кто из вас думает, что для того, чтобы секс был хороший, у мужчин должен быть крепкий? Какая продвинутая аудитория? Я даю руки. Хорошо. В этом случае я с вами. Я с вами. Где вы это купили, что для того, чтобы секс был хороший? Мужчина должен, значит, стоять. Это такой очень узкий взгляд на секс. Да. Но если мужчины, кроме вашей аудитории, везде, многие так думают. Многие так думают. Это приносит очень много тревожности. Встанет, не встанет. Встанет, не встанет. Будет оргазм, не будет. И они могут начинать беспокоиться, эти пары, о вот этом. Вместо того, чтобы праздновать каждый момент сексуального контакта. Я вот в смысле привожу такой пример. Как вы думаете, можно ли сказать, что у танца цель – это финальный аппарк? Это было бы странно. Все-таки в танго и в сальсе важно. Но каждый момент взаимодействия, прелюдия, разговор – все это имеет значение. И в сексе также. Вот если вы смотрите на секс, немножко какой восточный взгляд на секс, такой тантрический, да, как на все вот многообразие вот этих вот микрокоммуникаций и получать осложнение от самых таких маленьких вещей, это совершенно, это первое, это меняет качество вашего секса, во-вторых, это снимает тревогу и напряжение. Потому что если я не тревожу слишком сильно, тын-дын, то это произойдет, скорее всего, значительно более вероятно. Третий момент. Третий момент, я говорю про мотор эротизма, да, это то, что связано с тем, что пара может раскрыть для себя мир эротического воображения. Многие пары боятся, избегают говорить о сексуальных фантазиях друг с другом. У меня фантазия, я фантазирую об этом, а я фантазирую об этом, да, как будто бы такой, не мота. Кому знакома такая вот сложность сказать партнеру про свои сексуальные фантазии в руковом сексе, например? Ну, если они у вас есть. Или какие-то такие, ну, фантазии, которые сложно, про это сказать. Но я хочу сказать, что, друзья мои, в парах особенно, обращаюсь к тем, кто в парах, если вы думаете, что если вы не говорите, не делитесь с вашим партнером с сексуальными фантазиями, он не фантазирует, это вообще довольно наивный взгляд на вещи, да? Потому что наши фантазии нам не принадлежат. В этом смысле они поднимаются из вот этой большой глубины. И мы просто вот понимаем, что, когда я маструбирую, именно это меня заводит. Ничего другого. И, возможно, понятно, о чем я говорю, да? Но я тогда говорю, фантазируйте вместе, создавайте вот этот мир эротической грезы для вашей пары. Здесь есть такое общее опасение, что если я позволю, или мы позволим фантазировать о чем-то, то это должно обязательно случиться, да? Я хочу сказать, что это такое очень узкое понимание ситуации. Очень узкое понимание ситуации. И вы можете разворачивать миры грез, если у вас есть доверие эротических грез. Как угодно, как угодно. Групповой секс? Прекрасно. Вот этот черный американский футболист с наколками? Да хоть целая команда! Если это, так сказать, сделает наш секс более таким прекрасным, почему нет? О, это рыженькая младка. Пожалуйста, да, вот мы все вместе тебя любим здесь. О, спасибо. В смысле? Это еще один из очень таких сильных моторов эротизма. Если мы не используем вот этот вот мироэротического воображения, секс становится очень плоским, таким флатом, и скучно. И перестают действовать в какой-то момент эти феромоны, гормоны. И тогда мы начинаем думать о каком-то еще, кроме нашего партнера. И когда пара впускает в эротическое воображение, в свои отношения, секс навсегда перестает быть скучным. Навсегда. Вот, ну, еще разные. Есть штуки, но я дал несколько таких идей управления, в которых вы можете поэкспериментировать. У меня по этому поводу целый курс. Та-дам! Из четырех модулей я как раз вот по психологической сексуальности. Следующий модуль будет как раз в начале ноября. Это будет тренинг про любовную алхимию. Называется любовная алхимия. Я буду показывать, как принципы, которые нашли оккультисты, алхимики, люди, которые занимались сексуальной магией, тантристы, где-то шаманы, как про это эти принципы выражать в таком современном психологическом языке. Как мы можем использовать эти принципы для того, чтобы улучшать жительные отношения и работать с нашими клиентами и группами. То есть в каком-то смысле я описал это через процессуальный язык. Да? Вот, Алексей, вопрос. Как известно, третий-четвертый интернационал были вот такими полями, откуда практика сексуальной революции в мир изливалась. И Вильгельм Райх, ну вот, в 30-е годы он руководил кружками сексуального образования революционного пролетариата, в которых одновременно, вот в это время, занималось 3 миллиона немцев. Какой твой взгляд на сексуальную революцию, полиамурию и в нашей стране? Ну, здесь есть несколько таких, спасибо за вопрос, прекрасный вопрос. Знаете, есть такое ощущение, вот я провел время в Штатах, мне кажется, что то, что происходит в Штатах, оно так иначе происходит и в России с некоторой задержкой. И я помню, я не помню, я читал, в 60-е годы была такая сексуальная революция, и было очень много такой набирающего сексуального освобождения, и комьюнити, сообщество хиппи, и очень было много такой свободы. Могу я к 60-м обратиться, потому что, то есть вы постарше, знакомы уже с страйком. А сейчас такое ощущение, что май не качнулся в другую сторону. И сейчас секс снова стал табуированным. В Штатах невозможно, например, на большой аудитории говорить так, как я здесь, если не сделать там 10 тысяч таких вот предварительных замечаний по поводу геев, лесбиянок, и так далее, и так далее. То есть и всех восьми полов, да? И всех восьми полов, и всех вас знать, и тогда можно уже что-то сказать маленькое. В смысле, май не качался в другую сторону. Мне кажется, в России ситуация та же самая. И вот за таким всплеском такого сексуального освобождения сейчас идет такой вот, ну, другой тренд. Тренд на то, чтобы идти скорее снова в такой традиционализм. Ну, это мое такое ощущение. Это первый момент. Но второй, о чем я хотел сказать, и мне кажется, это самым таким... не самым. Что мы слишком эротизируем секс. Мы, если мы как психологи работаем, например, с группами, с клиентами, мы слишком эротизируем сексуальное возбуждение. Мы слишком эротизируем эрекцию. Вот многие вещи... вот мы слишком сексуализируем, это я так сказал, да? Вы можете смотреть на это, в том числе, по-другому. Вы можете смотреть на это, как на подъем витальной энергии. Понятно? Да. Творческий. Творческий валют. Да, да, да. Вот что-то такое приподнялось, не значит, что... О, как стыдно у меня приподнялось. А, жизненная энергия пришла. Жизненная энергия пришла прекрасно, прекрасно, да? Ну, это большая дискуссия. У меня, кстати, я работаю с психологами, которые начинают работать с темами секса. Это бывает одна из таких вот больших таких вопросов, да? Что если психолог чувствует сексуальное возбуждение на сестье, да? И тогда, ну, обычный такой ответ, беги к супервизору, и там как-то вот выходи из этого контекста. Но тогда, это как бы хорошая идея, но она очень ограничивающая. Мы можем терять возможность для очень многих интервенций в работе с нашими группами и с нашими клиентами. Потому что, ну, это очень естественно, когда мы работаем про секс, чувствовать сексуальное возбуждение немножко, да? Ну, было бы странно, если мы работали с этими сексуальными энергиями и с какими-то такими фантазиями самыми возбуждающими, чувствовали себя так нейтрально, да? Ну, такого не бывает. Ну, в смысле, наверное, если бывает, мне кажется, что это слишком хорошая работа. Вот. И если психолог или практик, который работает с теми секса, слишком вот соединен вот с этой идеей, что он должен быть нейтральным, и у него ничего не может ни приподняться, ни раскрыться в работе с клиентом, то он с определенным, он не может работать хорошо про секс, я бы так сказал, да? Он может, например, сказать, когда ты смотришь на меня так, допустим, женщина приходит и говорит, что тадын, пропала егида, да? И вдруг она как-то смотрит так, и терапевт может почувствовать, оу, что здесь лезть. Он может сказать, как ты на меня интересно смотришь, как ты на меня интересно смотришь, ты похожа, как ты шаманка, ты шаманка. Когда ты смотришь так, во мне живает жизненная энергия. Чувствуй этот взгляд, чувствуй этот взгляд, запоминай его, что это за состояние, с которого ты про меня так говоришь, да? У нас эта сессия, чтобы ты, и вы можете вернуть вашему клиенту вот этот опыт, чтобы он сгрепил его, чтобы он узнал его. Это не для того, чтобы что-то происходило в вашем офисе, для того, чтобы он смог или она взять этот опыт и принести его в свои отношения. И учиться, возможно, в тех ситуациях, где ей нужно контакт с вот этой энергией, в ее настоящих отношениях. Понятно, о чем я говорю, да? Спасибо за вопрос, Володя. Еще вопрос у нас есть, это 4 минуты. Пожалуйста, допрашивайте, маэстро. Попробую сформулировать вопрос, вы упомянули уже про жизненную энергию, да, летальную? Да. И вот в единической культуре считается, что как раз энергия специально, она одна из самых важных, главных, и есть способы направить ее, ну, как бы, не, условно говоря, не сливать во время секса, а направить ее на достижение важных жизненных целей, на духовный рост и так далее. Да. Плюс хочу также еще заметить, что, ну, я читал. Призрик величек вагон, за мной летает. Для мужчины, ну, не всегда хорошо, да, вот, часто, частый плодак не всегда хорошо, потому что мужчина отдает все самое лучшее, что есть в его организме, да? Самое лучшее, что есть в продолжении рода, как бы, человек передает потомство. Да, хорошо, да. Но при этом много исследований, которые говорят о том, что секс, он, в принципе, улучшает здоровье человека. Тут вот такой, как бы, некая противоречия. Понятно, что правильно летает где-то вот про срединный путь, наверное. Но что вы вообще можете про это сказать? Я могу еще целую лекцию про это не качать. Ну, а, во-первых, я хочу обратить внимание, что здесь есть такое, какое-то вот пред... Такое, возможно, вполне осознанное такое предпосылка, что для мужчины секс про потерю семени. Правильно, да? И что сексуальный акт должен заканчиться с потерей семени. Где вы это купили? Где вы это купили? Вы понимаете, что оргазм и эрекуляция – это одно и то же. Откуда вы... Где вы это взяли? Это совершенно два разных процесса. Эрекуляция, оргазм, я про мужчин говорил. Наслаждение. Это три разных процесса, которые иногда могут быть местные, но это частный случай. Частный случай. В этом смысле, даосы, например, ну, не только даосы, у них есть целый такой, ну, корпус практик, когда мужчина может идти через оргазм, не теряя семя, и при этом наполняться сексуальной энергией. И это про наполнение. Это про наполнение. Понятно, да? Да. Да. И второе, вы наполняетесь сексуальной энергией, вы можете действительно ее использовать, ну, для вашего жизненного творчества. В этом смысле, я не сторонник того, что отделять, еще раз, секс и жизнь. В этом смысле, я предлагаю сделать из жизни такую эротическую лабораторию, да, и вот здесь в каком-то смысле для нас тоже такая эротическая лаборатория, да, и мы можем чувствовать такое легкое возбуждение, интерес. Это тоже про секс для меня. Московский институт психоанализ как лаборатория эротического образования. Я бы здесь картерку сделал. Я бы ее возглавил. Ну что ж, на этой великолепной ноте мы закончим перерыв. Спасибо, Алексей. Сайт Алексея и его семинары здесь, пожалуйста, в рабочем порядке 10 минут перерыв.